Здравствуйте, Эдуард Викторович. Здравствуйте, Аня. Эдуард Викторович, расскажите, пожалуйста, сколько людей сегодня в Гомельской области работает в сфере физической культуры и спорта? Иными словами, сколько жителей региона отметили 21 мая свой профессиональный праздник? Порядка 4,5 тысячи. Каждый вносит свою лепту в работу отрасли. И определенный результат он виден, конечно, наяву. В Гомельской области уже на протяжении десятка лет занимает второе место в республике по всем показателям спортивным. После города Минска. А скажите, пожалуйста, насколько активно сегодня жители нашего региона приобщаются, да, вот с одной стороны, к занятиям физкультуры, спортом, и с другой стороны, какие для этого созданы условия? Приобщаются, приобщаются к физической культуре. Выезжает очень много людей на велосипеды. Больше возможностей в этом плане у меньчан. Есть и велодорожки, очень много у них. У нас пока этот вопрос как бы только на подъеме. Ну, я думаю, мы с этим справимся. Область располагает для массового спорта 1695 спортивными объектами. Это по официальным статистическим данным. Конечно, сооружений много. Ну, а те, которые непосредственно готовят спортсменов, у нас их в области порядка 80. И одно училище Олимпийского резерва. Эдуард Викторович, если говорить о спортивных школах, как они сегодня укомплектованы и, скажем, материально, и тренерским персоналом, ну и, конечно же, учащимися? В общем, отрасль обеспечена кадрами. Обеспечена инвентарем. Привлекаем спонсорские средства, привлекаем федерации. Чувствуется их поддержка постоянная. Пока укомплектованность есть, спортивный школа. Занимается порядка 35 тысяч учащихся. Но популяризируем, стараемся приобщать детей всякими акциями, спортивными мероприятиями. Вот недавно, в прошлом, мы провели хороший легкоатлетический пробег, посвященный 30-летию Чернобыльской катастрофы. Порядка полутора тысяч учащихся там и спортсменов было приобщено. Также в велопробеге непосредственно участвовали 800 тысяч весенний велопробег, открытие велосезона. Эдуард Викторович, ну вот если говорить о профессиональных спортсменах наших гомельских, каковы их успехи сегодня на мировой арене? Гомельская область всегда поставляла в национальную сбору наибольшее количество спортсменов. И такие виды, как гребли на байдарках кануа, для нас это традиционный, наверное, какой-то определенным брендом стал этот вид спорта. Всегда впереди Роман Петрушенко, Литвичук и девочки у нас всегда на подъеме. В общем, если говорить о спортсменах в Гомельской области, мы надеемся, что наше участие в Олимпийских играх будет не последнее. На сегодняшний день у нас 43 кандидата на Олимпийские игры, 20 лицензий у нас официально завоеваны в Гомельской области. Это порядка 22-23% от общего вклада в республику. Ну, а сколько медалей прогнозировать на Олимпийские игры, я бы не хотел этого делать. Но всегда как бы прогноз дело неблагодарное. Пусть оно останется в нашей надежде, что она все-таки будет наивысший результат, показан нашими спортсменами. Василий Кириенко, молодец, стал чемпионом мира и он также завоевал лицензию. И у нас еще, надеемся, что ребята завоюют по легкой атлетике, надеемся, что Кравченко Андрей получит свою лицензию. Он к этому готов, он на это настроен. Эдуард Викторович, ну а какой ваш любимый вид спорта? По возможности тренируюсь в волейбол, а так вот в выходной день, либо после работы, если позволяет время, для меня в летний период. Лыжи, роллеры это стабильно, ролики стабильно, велосипедная прогулка в выходной день стабильно. В Минске я вот настолько увлекся этим, посмотрел. Я думал, что молодежь у нас, ну там пьет все, пиво пьет или еще что-то там курит. Но сколько их на велосипедах, семья молодая, там мама, папа и ребенок ездят, просто там, я вам говорю, вот смотришь на наш народ и завидуешь, особенно вот менчанам. Если у нас это сделают, не надо никого загонять ни на какие спортивные стадионы. Их просто вот можно сделать доступно это, и люди сами потянутся, купят те же велосипеды, купят ролики. И та тема, которая раньше всегда была в Советском Союзе от массовой физкультуры к спорту, я думаю, она должна сейчас красной нитью проходить. Эдуард Викторович, огромное вам спасибо, что вы нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо вам, Аня, что нашли возможность побывать у нас. Я хотел бы поздравить всех, кто имеет отношение к спорту, отношение к данному профессиональному празднику. Все-таки с какой-то верой в будущее обязательно жить и стремиться к прекрасному. Вот так. Спасибо.